всем привет хочу представить вашему вниманию такой псевдо тактический выживальческий тест ножа zero tolerance модель 200 вот этот вот красавец который будет на этом тесте разделывать большой кусок говядины это ляжка задняя и спинная часть это ребра и все такое вот на самом деле это тест уже снят я уже разделал все мясо и по идее в этом тесте сейчас в этом ролике сейчас хочу рассказать вообще о своих ощущениях впечатлениях об этом ножи и показать как он выглядит уже после того как прошел этот тест после того как он разделал 55 плюс-минус пару килограмм мяса вот на самом деле я должен был снять это видео наверное в самом конце после того как я показал этот тест после того как я раздел все это мясо но я решил его сейчас снять и показать самом начале по двум причинам первое это будет как бы такой обзорчик анонс и затравочка кому понравится мой вот этот вот обзор и рассказ об этом на же сессии сейчас может решить посмотреть как все это дело происходило но и вторая причина это то что кому-то может быть не нравится и не понравится видеть как разделывается мясо вид мясо жира костей как это все происходит может слабо нервные могут там почувствовать себя плохо мало ли чего бывает вот из-за этого кто-то посмотрит и решит для себя нравится ему это тоже и не нравится кто захочет промотать быстро вторую и третью часть моих роликов где происходит сам процесс разделывания мяса и вот в итоге основным я считаю будет вот этот вот обзорчик где расскажу о своих ощущениях об этом ножа вот сразу хочу попросить всех кто посмотрит мои ролики как я раздела мясо сильно меня не пинать потому что все произошло спонтанно то есть съемка тоже спонтанная на местной ярмарке приобрел большое количество мяса и решил естественную разделать разделать я захотел его своим ножом и заодно увидеть как это все происходит и по ходу дела решил поснимать это все видео вот и так как все это было спонтанно я не планировал ничего не готовился к видео из-за этого где-то какие-то косички могут быть не могут быть я уже видео посмотрел там если косяки все такое жена тоже внимание помогала видео снимать это видео потому что у меня руки были жирные где-то камеру крутить уже не представляется возможным и так что прошу всех быть благосклонными этим моим тестом вот потому что лучше увидеть и посмотреть на такой тест пускай с косичками чем вообще не видите такой-то за не снять такой то есть потому что на мой взгляд тест достаточно интересный и этот тест реально показывает на что способен вот этот нож и прямое предназначение то ножа именно выживание лес тактика там охота рыбалка что угодно то есть по факту это разделать какую-то тушу что в этом тесте он и делал как раз таки ну немножко наверное она же расскажу я вкратце в двух словах потому что у меня есть такой небольшой обзорчик это ножа когда его только купил вот и кому интересно сухая статистика информация там о длине клинка рукоятки все такое может в интернете полазить посмотреть найти для себя ну вот а я для во первых размерах хочу показать вот так вот в сравнительном варианте то есть у многих наверное сюда ножик ontario red one вот но считается как бы не не самым таким маленьким где-то он такой большой даже считается вот и вот рядом поставил вот эти два ножичка вот так вот поставим и вот так вот что давайте наверно чтобы лучше видно было вот так вот их поставлю вот здесь уже фактически видно да как они выглядят размер разница то есть zero tolerance 200 модель и длиннее по длине вот не совсем не намного длине но длиннее по ширине на конечно уже намного шире толще рукоятка намного стали клинок тоже сам тоже здоровее вот на порядок то есть такой добротный мощный тесак вот у кого этого ножа нету может по сравнять вот с этим я думаю у него точно должен быть ганза 704 вот и можете посмотреть как они выглядят друг возле друга и другу рядом рядом с другом другом рядом с другом короче вот так вот выглядит ножики то есть этот еще меньше получается ну-ка для интереса по ходу антаре рот ванна на самом деле большой нож до длины ну короче говоря здорово мощный тысячачок вот ну честно сказать по моим личным впечатлением вот это даже не фиг не не складно скорее фиксит потому что он и по размерам и особенно по тому как он лежит сидит в руке это блин ну это фиксит это фиксит он на самом деле такой вливается во все всю ладонь заполняет лежит в руке хорошо управляется хорошо то есть коверять где-то давить какие-то применять силовые такие моменты к этому ножу очень удобно то есть работать мне кажется не кажется и поработал и поработал активно то есть это такой эргономика вообще на высоте вот ну размерчики так приблизительно показал потому что сравнительные размеры намного лучше чем какие-то цифры и мерить линейки ладонь вот а теперь в двух словах о самом ножички ножички основном ноже вот клинок значите сталька на клинке у нас 154 см рукоятки значит такие 3d накладки g10 клипса короткая жесткость такая нормально чуть жестко за счет то что она короткая но на самом деле коротковато чуть длиннее хотелось бы но носила ее собой на кармане и за поясом никогда не пытался соскользнуть выскочить то есть клипса справляется задачами висение на кармане и висение на ремне или поясе шикарно так что клипсе и сильно придираться не стоит ну про про простенькое конечно но пойдет вот темляковое отверстие клипса переставляется как по кайфу и куда по кайфу вот значит у нас лезвиями такой с образный изгибчик снизу сверху такие вот под пальцевая значит подпорка насечка такая она вроде грубая но честно сказать по удержанию вот если не даже сравнить вот с этим вот ножом китайца 704 вот этот вот цепляет очень сильно то есть он не режет не больно но такое ощущение что как будто здесь клей потому что есть очень мелкие такие насечки их очень многие они агрессивны за счет того что они мелкие они не врезается в кожу но задачами держание пальца очень справляется хорошо а в этом случае у нас визуально да выглядит все конечно сурово такие здоровые насечки мощные такие но они сглажены чтоб палец не рвать они не рвут палец но ставишь когда суда ну особо я не ощущаю такого стопора то есть никаким образом не стопорить не тормозит но очень так удобно держать палец на этом месте на этой возвышенности но сказать что он тормозит не тормозит совсем совсем чуть-чуть вот имеют такую-то ярко выдержанную вот под пальцы выемку больше похоже на гарду вот которая себя очень сильно зарекомендовала вот здесь еще больше вот здесь у нас она меньше но все равно она очень сильно справляется своими задачами и она очень положительно себя зарекомендовал ее потестировал когда раздела мясо вот об этом я тоже скажу попозже вот ну открытый как бы конструкция внутри у нас высверленные лайнеры которые придают облегчение на самом деле этом ножу стоило придать облегчение потому что нос нож увесистый и такой добротный тяжелый и хочется уносить каждый день но честно сказать такой вес таскать собой просто на прогулку куда-то но не не охота там на работу тем более на меня фото есть другие интересные ножи но нож конечно этот хочется но не тяжеловат вот вот ну в чем еще сказать торг сморксы шморксы все на месте все четко все классно zero to learn сделает вещи фирма просто шикарная вот и теперь наверное об ощущении вот это основной наверно выводы хотя вот еще чуть-чуть забыл сказать двух словах вот почему я как бы решил снять и все такое я сказал но такой причинкой было еще вот этот вот ножик вот это значит у нас фиксит фирмы кизляр стали здесь называется хзкс что переводится хер знает какая сталь вот как-то она называется но чисто сказать не помню хвввх хт все такое вот ну стали как бы рабочая резать естественно все можно и вот был такой момент я давным давно хотел даже снять видео но к сожалению у меня не было достойного фотоаппарата видеокамеры штатива не было и не смог я снять это видео мне достался кусок также купил у одного фермера пол туши годовалого бычка на бычок оказался накаченным и эти пол туши уже чищенная имела вес 140 килограмм достаточно такой приличный вес и вот этим вот ножом я все эти 140 килограмм разделал без участия топора то есть суставчики там ноги там разделил друг от друга позвонки по всю тушу разделал полностью вот этим вот одним ножом топор применился только после того как все кости были вычищены чтобы их порубить пополам то есть большую кость не сваришь да только для этого или ребра длинные где были естественно топором порубил а все разделение позвонка от позвонка там сустава сустав все происходило этим ножом я был естественно восторге нож показался блин с лучшей стороны имел по всей длине там где-то больше где-то меньше затупление естественно вот но в целом как бы я после этого теста я и хотел снять этот тест как бы в ответ всем тем кто хай-тек кизлярские ножи я хотел снять но не получилось веришь и думал все таки я был как восторге сталь хорошая справляется с работой то есть нормальный нож и вот я хотел вот этот ножик со старкой 154 сам что это такое вот сравнить с обычным недорогим кизляром вот этот довольно таки не дешевый нож вот и сравнил увидел честно сказать впечатление конечно такие что вот этот вот складной нож порвал но не в хлам на порвала порвал вот этот фиксит кизляр с учетом того что здесь режущая кромка гигантская да пускай он порезал 140 кило этот 55 кило но я думаю этот с с двести восемьдесят килограммовый тушу порезал вот тоже как нифига делать и принципе повреждений каких не имел бы вот как не имеет их сейчас вот этот естественно после 140 килограмм затупился но на охоту везде можно брать конечно но теперь чем вот это я буду брать ломать этот конечно стоит а брать собой уже честно сказать я буду вот этот вот и вот как бы лично для себя хотел сравнить вот этот вот тактик и он тот вот кизлярец и я сравнил и я в восторге с этого ножа вот мы теперь можно уже рассказать наверно моих ощущениях ощущение по десятибальной шкале это десять с десятью плюсами вот все мне понравилось в этом ноже как он работает как он режет вгрызался просто не вгрызался он просто давил в мясо входил хорошо сухожилия по костям периодически попадал то есть работал как хотел держала его не только так но и так и так и где-то приходилось вот так поддеть где-то что-то подрезать и кончиком часто там по по ребрам в отдела и показал он себя конечно вообще отменно стали самое главное на что с ней произошло сейчас и бумажку достану и мы попробуем посмотреть на стальку до теста естественно все резал шикарно кому интересно как резал нож до теста увидит этого во второй части перед тем как раз начать разделать тушу я порезал бумагу там видно это уже вымытый вычищен но не заточенный нож то есть он после теста просто помыт как он режет бумажку посмотрим великолепно режет бумажку великолепно вывертами вы воротами за воротами поворотами как хотите пожалуйста посмотрим если какие-нибудь замины за пинки вот если резать вот так вот видно на 100 не вру не 155 будем назвать 55 потому что точно не знаю какой вес где-то 55 58 55 кило мясо будем говорить так 55 кило мясо куча костей куча сухожилий с куча ребер режет вот так но по бумажке видно что нож режет хорошо практически не имеет никаких там затуплений и все такое при ближайшем рассмотрении невооруженным глазом честно сказать у так очень тяжело было что-то заметить были небольшие просветить его здесь очень 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 слабые никаких заменов скола нету на небольшого такой засветик здесь есть чуть-чуть здесь есть но очень тяжело заметить невооруженным взглядом вот по глупой видно лучше вот я попытаюсь показать все это дело на камеру не знаю что получится видно будет не видно будет но визуально и я сразу сказал что вот здесь чуть-чуть какой-то там легкая вообще и вот здесь и затупление есть по бумажке видно что он продолжает грызть разделать бумагу как хочет вот на камеру наверно не ничего видно не будет не так думаю может видно будет на фотоаппарате может не видно на компьютере когда будешь смотреть может что-то и удастся разглядеть но в целом выглядит все вот таким вот образом никаких повреждений а нет вру вот здесь короче кончик у меня сломался когда я разделал мясо нож выскользнул из ребра по моему уже не помню и ударился об кафель то есть кончик сломала не кость а кофе вот скольчик очень маленький небольшой вот даже был сначала такой чуть заменчик и дальше он так откололся до конца но совсем видите даже за пределы рк даже не вышел на маленький скол но здесь на этом ноже на самом деле очень тонкая тонкий кончик носик вот и вероятность того что я даже ждал что он сломается при раздела не мясо там при каком-то вот таком чуть неудачно ковырну и все я думал сломается но нет не успел сломаться мясо ударился но правда уже после того как я разделал по моему ляжку когда я разделать начал спину спинную часть по моему тогда он скололся но там на видео видно будет кому интересно будет посмотреть и такой вот скольчик получила в целом вот все выглядит неплохо нож точился на точилки лански алмазные за этого такие царапинки тяжело до довести а до зеркального блеска ну вот так вот выглядит ножик бумажку увидели как резит режешь шикарно вот охвате держать было просто шикарно просто удобно в руках он нож был уже весь жирный скользкий скользить конечно нож начал чуть-чуть сильнее но все равно здесь довольно таки агрессивная такая даже царапающая насечка вот это вот типа змеи или крокодила вот и состояние когда она уже была жирная вся измазанная выглядел нож как будто была кероны то есть блестел он уже от жира и все равно это насечка достаточно хорошо справлялась со своей задачей нож я держал контролировал вообще без проблем вот было два-три случая когда нож в целом при каком-то ударе или толкание что ли или когда я в кость попал не помню он пытался в целом рука пыталась ехать в клинку то есть верхний палец чуть съехал вся ладонь съехала и вот это вот карта вот эта выемка который мне так нравится она задержала всю руку то есть уперлась сюда вот таким вот образом и два или три случая было точно помню что вот этот момент меня выручил то есть я заценил вот этот вот изгибчик вот все таки видите вот вроде складной нож и не на каждом fix fix иди вот такой вот выемку хорошую встретите а здесь видите вот на складном ноже достаточно качественно и удобно и стопроцентно рабочая гарда да так называется вроде бы вот все 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 было шикарно не знаю что об этом даже сказать мне этот нож изначально нравился здесь он доказал и показал как он может разделываться с мясом основной предназначение думаю вот этого тактического ножа это не крошить бетонные резать арматуру а именно в лесу где-то помочь вам построить какой-то там шалашик поймать добычу какую-то небольшую оси вы поймаете большую добычу весом там в 500 килограмм я думаю без труда разделать этим ножом и после этого брица наверно вы не сможете но после этого и продолжите вполне достойно использовать его вырезать он будет опять таки все дальше больше ну то есть точить его долго не придется справиться со всеми задачами так что после теста такого рекомендации да ну как и деси конечно хотелось бы уносить на кармане но его вес и размерчик не совсем позволяет это делать вот все равно его нашу регулярно когда его джинсы а так в целом надо надо не на дачу в лес там на природу на отдых да и если хотите на дачу там вообще незаменимая вещь это считай что у вас в кармане всегда собой фиксит конечно так ковырять я бы не стал бы наверно но при желании думаете ковырять он это тоже выдержит так что берите не пожалеете аппарат стоит своих бабок именно аппарат это не нужен аппарат убийца убийца ну все надеюсь было не сильно лажова надеюсь хоть чуть-чуть понравилось кому все таки интересно как он этот нож режет не у такими вот движениями мяса где он режет вот таким вот просто про проводя вот по мясу как он разрезает плоть кто хочет видеть это добро пожаловать во вторую и третью части моего видео моего псевдо тактического выживальческого теста сильно меня не пинайте если будете пинать матом не пинайте буду очень признателен ну все всем удачи удачного просмотра интересного просмотра и оставлять свои отзывы и впечатления мне будет интересно послушать ваше мнение где-то лучше свою работу может быть там доработать свои тесты вот все будет очень интересно ладно всем спасибо удачи до новых встреч